Автоматизированная система теплогидравлических расчетов Программа автоматизированной системы теплогидравлических расчетов предназначена для выполнения наладочного, поверочного, конструкторского расчетов и инженерных сетей, как с открытым, так и закрытым водоразбором на горячее водоснабжение, а также для определения технических характеристик на подключение новых потребителей. Основой системы теплогидравлических расчетов является электронная карта города со схемой инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, где подающему и обратному трубопроводу инженерных сетей соответствует однотрубный вариант отображения информации. Каждому графическому элементу инженерных сетей соответствует своя семантическая информация данных, например, по участку, по ЦТП, по потребителю, по тепловой камере и т.д. Тематическая информация содержит данные как по конструкции элемента тепловой сети, например, по участку, это длина, диаметр, подающий диаметр обратного и другие данные, исходные данные по тепловым расчетам и результаты теплогидравлических расчетов, например, воды в подающем, расход воды в обратном трубопроводе. Для того, чтобы выполнить тепловой расчет, необходимо перевести систему в режим тепловых расчетов и выбрать нужный теплогидравлический расчет, например, наладочный. Наладочный расчет предназначен для определения параметров элеваторных узлов, доросилирующих устройств и мест их установки. Поверочный расчет предназначен для определения фактических и оптимальных теплогидравлических характеристик тепловой сети. Результаты теплогидравлических расчетов по окончанию теплогидравлических расчетов доступны в виде семантических таблиц данных. Просмотрим на примере участков. Данная семантическая таблица содержит как адресную информацию каждого участка, это начало и конец участка, конструкторскую информацию, длина, диаметр подающего диаметра обратного трубопровода и результаты теплогидравлических расчетов, расход воды в подающем, расход воды в обратном, потери напора и другие. Данную таблицу можно распечатать или вывести в Excel для дальнейшей обработки. Удобны результаты теплогидравлических расчетов просматривать в виде тематических раскрасок на карте. Например, в виде удельных потерь карта раскрашивается в соответствии с тематическим фильтром. В окне условное обозначение каждому цвету соответствует числовой диапазон. Для того, чтобы просмотреть данную числовую диапазон в виде семантической таблицы, мы щелкаем по этому элементу и получаем семантическую таблицу данных. Данная семантическая таблица содержит информацию как адресную, конструкторскую информацию, длина, диаметр подающего диаметра обратного расхода и расчетную информацию. В этой таблице нас интересуют удельные линейные потери. Для того, чтобы найти нужный участок удовлетворяющего эту таблицу, нужно просто щелкнуть по этой строчке и карта спозиционируется соответственно. Тематическую раскраску удобно просматривать совместно с надписями на карте, например, с удельными линейными потерями. В этом случае сразу видно, насколько величина удельных линейных потерь превышает допустимые нормы. Таким образом, результаты тепловых расчетов применяются в посредневной работе. Их можно использовать для определения топологических связей, для построения пизометрических графиков. Пизометрический график содержит также информацию как расчетную, так и графическую. То есть можно одновременно просматривать два вида информации. Также можно просмотреть результаты тепловых расчетов на примере загруженности участков. Появляется семантическая таблица данных, в которой отображены адресные информации, длина участка, температурный график, а также результаты расчетов, которые показывают, что на участке от ТК-9 до ТК-10 у нас отсутствует запас на подключение новой нагрузки. У нас запас отрицательный и рекомендуемый диаметр для исправления ситуации минимальный 150 мм. Следующие участки аналогичны. Первый участок, который имеет запас на подключение, это участок от камеры ТК-8 до ЦТП-1-2. Таким образом можно проследить всю цепочку участков вплоть до источника тепловой сети. Эти инструменты используются в поседине на работе для сокращения сроков выполнения работ по наладке сети теплоснабжения. Для определения технических условий на подключение новых абонентов нужно выполнить несколько условий. На примере подключения к школе номер 4 я покажу, как определить технические условия на подключение. Для чего нужно создать карточку абонента школа номер 4, наименование и тип подключения теплоснабжения, а также нагрузка, заявленная нагрузка на подключение 0.8 и 0.2 является обязательными полями для начала работы с системой. Остальные поля заполняются по мере необходимости. Данную карточку нужно сохранить и она будет доступна с самого начала до сдачи объекта в эксплуатацию. Перед тем, как нанести объект на карту, необходимо выявить загрузку участков. Для чего щелкаем на камере до места предполагаемого подключения и пользуемся функцией нагрузки. Смотрим, что ближайшие два участка до камеры ТК-8 перегружены. Следующий участок за камерой ТК-8 перед СТП имеет достаточный запас для подключения новой нагрузки. Таким образом мы можем подключиться к камере ТК-8. Что мы сейчас и сделаем. Выделяем снова абонента в карточке, переходим в режим нанесения на карту и наносим абонента на карту. Дожидаемся окончания и видим следующее, что определился адрес, привязался дом, получили новый диаметр участка. Таким образом, этот нанесенный абонент готов для выполнения теплогидравлических расчетов. Теплогидравлический расчет необходимо выполнить для того, чтобы определить влияние новой нагрузки на всю оставшуюся тепловую сеть. Сначала выполняем наладочный расчет. После чего можно просмотреть результаты расчетов в виде тематической раскраски. И по удельным и линейным потерям мы определяем, что подключение текущее укладывается в определенные нормы. Также необходимо проверить по нагрузкам. Мы видим по таблице нагрузка, что участок подключения к школе имеет достаточный запас для увеличения нагрузки в случае необходимости. Таким образом, для данного абонента в будущее можно увеличить нагрузку еще на 0,1 гигакалория. Таким образом, система теплогидравлических расчетов позволяет сократить сроки и затраты на выполнение наладки, выполнение поверки и проектирование новых тепловых сетей, а также для подготовки технических условий для подключения новых абонентов, а также оценить и объективно спланировать дополнительные ресурсы системы теплоснабжения, необходимых для развития городской инфраструктуры. Спасибо за внимание.